Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходаев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем традиционно для вас проведем в начале азбуку SkyWay. То есть это начальный вебинар для тех, кто только погружается в SkyWay. Ну, а, собственно, потом уже действительно жизнь SkyWay. То есть тот, кто азбуку SkyWay уже изучил, первоначальные сведения. Тот, кто активно развивает проекты. Либо тот, кто экстерном хочет пройти, собственно, уже на расширенный технико-экономический вебинар. Несмотря на то, что в первый раз слышит о проекте на подобных вебинарах. И, собственно, Сергей Анатольевич и я, мы проводим эти вебинары каждую среду. В 12 по Москве азбука SkyWay. То есть вебинар для тех, кто только погружается в проект SkyWay. В 13 часов в этой же комнате проходит расширенный технико-экономический вебинар. И также в 19 и в 20 по Москве. То есть первая часть дня это предназначено больше для Сибири и Дальнего Востока. Ну, а далее уже европейская часть. И, собственно, дорогие друзья, это неспроста. Так как у нас присутствует не только со всей нашей матушки Родины, России, Российской Федерации. Но и со всего мира, дорогие друзья. То есть это уже никого не удивляет. Более 78 стран принимают участие в глобальном проекте SkyWay. Это действительно желание, массовое желание людей построить SkyWay, спасти планету, улучшить в будущем свое благосостояние, обеспечить надежный капитал и достойный капитал для будущих поколений. Ну, а я, дорогие друзья, хотел бы вас попросить проголосовать на опроснике, в который раз вы присутствуете на данном вебинаре, именно на вводном технико-экономическом вебинаре. Потому что вводный технико-экономический вебинар у нас, естественно, как азбука SkyWay предназначен для людей, кто только начинает погружаться в проект. Обычно даже не все голосуют и не все даже ставят циферку 0, либо 1 в чате, кто присутствует первый раз. Но это, собственно, не важно. Самое главное – донести информацию. И хотелось бы предупредить те, кто присутствует уже не во второй, а в третий, четвертый раз. Да, на этой части, собственно, мы с Сергеем Анатольевичем говорим одно и то же. Ролики, дорогие друзья, отключены. Пожалуйста, просто перезайдите в комнату. То есть тут в этом заключается загвоздка небольшая. То есть это техническая особенность данной вебинарной комнаты. И сегодня, дорогие друзья, я вам поведаю в своей первой части о действительно возможности, которые бывают раз в сто лет. И вы поймете, почему действительно SkyWay заинтересованы продвижением SkyWay. Более 99% населения земного шара. Даже тот, кто не знает о проекте SkyWay, обязательно, когда о нем… Так, у очень многих людей почему-то шум и треск. Дорогие друзья, да, это, собственно, загвоздка именно в том, что нужно перезайти, пожалуйста, перезайдите, все будет хорошо. И та технология, которую мы сегодня продвигаем, она является открытием и дверью в будущее развитие для многих стран и государств, которые сегодня удалены от морских территорий. И, собственно, их экономика по статистике значительно ниже развивается, чем страны, которые сегодня расположены близко к морским побережьям. И, собственно, вот в конце августа я поеду на очередную поездку. Сергей Анатольевичем мы сменяем друг друга. То есть я буду уже рассказывать больше про бизнес, про то, каким образом здесь можно получить для себя выгоду, в будущем прибыль, каким образом сейчас можно участвовать в сетевом построении корпораций. И, собственно, какие привилегии даются тем людям, которые активно развивают SkyWay. Не то, что привилегии, а преимущества и значительные преимущества. И, собственно, SkyWay, если вот сегодня мы с вами все пользуемся интернет, то в будущем все также активно будут пользоваться SkyWay. Транспортом SkyWay, технологией SkyWay. И от струнных технологий будут появляться новые направления. Это направление линейных городов, это направление струнное вакуумное стекло, допустим. Но не будем сильно углубляться. Все-таки у нас азбука SkyWay. Одно я могу сказать, что TransNet, это сеть будущего поколения на основе струнных технологий, будет развиваться значительно быстрее, чем развивался когда-то интернет. Интернет, как вы помните, либо знаете, либо кто не знает, пожалуйста, послушайте, он появился в основном в научно-исследовательских лабораториях США. Это агентство стратегических инициатив, DARPA. И, соответственно, через университеты, через научные учреждения интернет стал проникать именно на массовый рынок. И потом уже невозможно было контролировать, и интернетом захотели пользоваться все. А представьте на минутку, если, дорогие друзья, вам бы предложили, а не хотели бы вы инвестировать на ранней стадии в интернет, в ту управляющую компанию, которая будет заниматься всеми проектами на всей планете Земля, все, что связано с интернет. То есть, естественно, в каких-то проектах это будет максимальная доля, в каких-то нет, это зависит от доли финансирования этой управляющей компании, от участия и от оказания тех или иных услуг про прокладки интернета. И сегодня вы видите, что фактически в каждый дом, даже в деревнях, уже возможно проложить оптоволокно. И это вот, вот он, дорогие друзья, пятый технологический уклад не просто постучал в дверь, а ворвался. И сегодня мы не можем представить себе жизнь без интернет, без смартфонов, без GPS-навигаторов, которые приятным женским голосом говорят нам, куда повернуть. И без онлайн-банкинга, без денежных переводов, также порождение пятого технологического уклада. Это криптовалюта, это биткоин, это электронная коммерция, это серьезная нашумевшая капитализация Alibaba, это Google, это Bydao, китайский, не то что конкурент, но сородич Google и, собственно, многое-многое другое, что сформировало колоссальные рынки, дорогие друзья. И хотели бы вы быть совладельцем этого рынка? Я думаю, что ответ абсолютно очевиден. А теперь, собственно, представим, что мы задаем вопрос с крупным транспортным корпорациям и просто тем компаниям, тем организациям, тем странам, которые заинтересованы, чтобы их товары, грузы, а также мы заинтересованы, как пассажиры, не простаивать в транспортных пробках, не простаивать на пересадочных пунктах. И, собственно, в конце месяца, я думаю, что я полечу через Стамбул, скорее всего, в Ганновер, в Германию. И я помню этот аэропорт, для меня он примечательный тем, что приходится паспортно-визовый контроль проходить часа два. То есть приходится стоять действительно в очереди, к интернету там подключиться очень сложно, если вы не турок или если вы не знаете, каким образом необходимо заплатить за интернет. Соответственно, остается только читать книжку, общаться, слушать музыку. Но это абсолютно отрывает нас от повседневной реальности, от наших забот. Мы могли решить какие-то вопросы по бизнесу. Представьте тот факт, если товар должен дойти из точки А в точку Б, в идеале за 2-3 дня он идет недели. Какие потери терпят корпорации. И если, точнее, я не люблю слово «если», когда мы предложим данным организациям, данным группам компаний, хотели бы вы использовать грузовой транспорт, который со скоростями до 150 км в час будет доставлять ваши грузы по междугородным путям транспортного сообщения. Либо, если вы желаете, на высоких скоростях 500-600 км в час, если это какие-то скоропортящиеся продукты, естественно, опять же, все ответят «да». И когда-то, дорогие друзья, «да» ответили сегодняшнее поколение, уже даже не «Х» и не «Y», а, скорее всего, «Z». Это те, кто выбрали смартфоны, те, кто выбрали электронные коммуникации, те, кто сегодня находится в социальных сетях. И мы с вами сегодня слушаем этот вебинар не по радиотелефонной связи, даже не по мобильному телефону, а в вебинарной комнате, пользуясь интернет. И если вкратце рассказать об интернет, какие возможности представляет на сегодняшний день интернет, это открыть свой компьютер, зайти в интернет и в любой точке мира скачать неограниченное количество информации, если на то позволяет ваш тариф, и, соответственно, действительно обмениваться данными, то есть совершать привычные для нас действия в виртуальном пространстве. Абсолютно такие же привычные действия, которые мы сейчас с вами совершаем в своей жизни, позволят совершать с высокими скоростями, действительно с высокими скоростями, чего не может современная транспортная индустрия на сегодняшний день позволить. Это, соответственно, пользование струнным транспортом и пользование технологией SkyWay. Но все началось, дорогие друзья, не так, так скажем, недавно. Более 38 лет назад Анатолий Эдуардович Юницкий представлял концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос. То есть вот с этого все начиналось. Это на сегодняшний день имеет название Spaceway. Это струнная концепция общепланетного транспортного средства. Я не буду вдаваться в технические подробности, но если вкратце, на эстакаде огромное, массивное и серьезное инженерное сооружение будет располагаться по всей длине экватора, то есть 40 тысяч километров. И, соответственно, далее за счет раскрутки линейного электродвигателя маховика, вот вы видите справа вверху картинка, те, кто далек от техники, пожалуйста, извиняюсь, то есть это все-таки техника, это все-таки проект SkyWay. Тут без инженерных расчетов, без инженерных знаний ничего бы и не получилось. Поэтому немножко мы технических моментов на этом вебинаре затронем. И далее за счет действия магнитных, образования магнитной силы, действия центробежных сил вверх, соответственно, вот это вот кольцо начинает подниматься и расширяться. И, дорогие друзья, чтобы было наглядно понятно, то есть на прошлых вебинарах мы описывали это словами, но на сегодняшний день сформирована визуализация и очень буквально кратко я буду останавливаться на концепции SpaceWay, потому что это нас ожидает, дорогие друзья, буквально не в ближайшем будущем, но в будущем. Визуализация И она действительно замечательно показывает, каким образом будет выглядеть вот это вот ожерелье вокруг Земли. И с этого начинался проект SkyWay, дорогие друзья. В конце 80-х годов, то есть в 88-м году, на конференции по неракетной индустриализации космоса в Гомеле, Анатолий Эдуардович Юницкий представил эту концепцию. Но, естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологический уклад, когда еще не появился интернет. И, как сейчас выясняется, интернет для развития нашего проекта крайне был необходим. И есть необходимость пользования именно виртуальными сетями, так как наш проект на сегодняшний день развивается через сетевое построение корпорации. То есть это краудинвестинг, это народное финансирование. И народное финансирование началось в 2013 году. А в 2000-х годах действительно произошел рассвет эпохи Транснет. И, можно сказать, это было начало эпохи Транснет. Был заложен нулевой километр в Московской области, город Озеры. И финансировал этот проект губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. И, соответственно, являясь и будучи очень жестким, но очень правильно мыслящим стратегически политиком, чиновником и в первую очередь генералом, Лебедь Александр Иванович после общения с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем познал суть проекта и понял, каким образом действительно проект SkyWay, струнная технология может увеличить ВВП Российской Федерации буквально в 3-4 раза менее чем за 5 лет. И он был поражен этому. И буквально через несколько недель после разговора началось строительство в городе Озера Московской области полигона. Но вы задаете вопрос, я думаю, себе, почему полигон, почему не тестовый участок. Это название было выбрано не просто так, потому что полигон – это место, которое испытывает какие-то военные действия, какие-то столкновения и так далее. И небольшие столкновения также вот наш тестовый участок имел. Так, извиняюсь, в Вайбер. И, соответственно, после демонстрации в 2000-х годах полигон Московской области города Озеры стоял по 2009 год. И, собственно, неизвестными лицами по неустановленными причинами… Так, дорогие друзья, сегодня какие-то неполадки, я так считаю, с комнатой, потому что Сергей Анатольевич тоже мне написал. Идет наладка ролика. Давайте я отключу тогда ролики. Сергей Анатольевич, вас не слышно. Алексей, слышно меня сейчас? Да, сейчас слышно. Дорогие друзья, сейчас идет… Идет наложение сразу твоего изображения и трех роликов одновременно. Не слышно ничего. Сейчас нормально все? Еще и песня какая-то идет. А, еще и песня. Так, дорогие друзья, давайте тогда перезайдем в комнату. Алексей, слышишь меня сейчас, да? Я слышу, да. Давайте я перезайду в комнату. Сергей Анатольевич, тогда вы продолжите, я перезайду в комнату. Алексей, перезайди в комнату, а перезагрузи свою комнату. Похоже, у тебя там глючит или Мирополис глючит сегодня? Да, тут вот песня… Я, конечно, люблю эту песню, она любимая у меня, так сказать, это, но… Сейчас она… Несколько роликов одновременно идет. Алексей, попробуй перезагрузить или комнату, или компьютер. Так, я перезашел. Дорогие друзья, сейчас хорошо все? Алексей, слышишь меня? У меня три ролика одновременно идет. Я комнату тоже сейчас это самое… Перезагрузил комнату, все равно идет. Идет твое вещание, и три ролика одновременно идет по звуку. Сергей Анатольевич, ну давайте продолжим, потому что у некоторых идет нормально, и в записи, скорее всего, тоже будет нормально. И в 2009-м, дорогие друзья, полигон Московской области города снесен, стерт с лица земли неизвестными лицами по неустановленным причинам, но как раз-таки этот факт позволил запустить действительно вот как крайний шанс уже краудинвестинг, народное финансирование в 2013-м году. Именно поэтому сегодня мы находимся с вами на этой площадке, и это касается в первую очередь и Сергея Анатольевича Сибирякова, потому что Сергей Анатольевич долгое время общался именно с чиновниками, с олигархами и так далее. Но эти все люди не любят быть первыми, не любят быть вторыми, они любят успеть и иметь минимальные риски, то есть полтора в буквальном смысле. И, соответственно, так как это невозможно, то кто-то должен был начать рисковать и финансировать этот проект. И как раз-таки мы с вами, дорогие друзья, тот, кто присоединился в 2014-м году, в 2013-м даже году еще, и начал оказывать помощь, финансовую помощь проекту Skyway, мы являемся первопроходцами, и только благодаря этому сегодня мы достигли тех результатов, которые имеем, дорогие друзья. Ранее это было невозможно, несмотря на то, что проходило… Так, ну, дорогие друзья, это какие-то проблемы с комнатой, то есть давайте тогда сегодня в таком ключе поработаем. Я искренне надеюсь, что вечером будет все хорошо. И сегодня более 350 тысяч людей по всему миру инвестируют в развитие нескольких направлений. То есть, естественно, наш апогей и наша цель – это высокоскоростной транспорт, планируем его продемонстрировать в 2017-м году. Но уже в этом году будет продемонстрирован городской пассажирский транспорт и легкий прогулочный транспорт. Также началось строительство параллельно уже грузового транспорта. И на самом деле очень примечательный тот факт, дорогие друзья, что легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт был вообще внедрен в концепцию Skyway буквально в смысле чуть более полугода назад. И сегодня невозможно представить действительно весь проект Skyway без этих действительно мускулистых, выносливых, юрких наших юнибайков. И как раз таки это было точкой входа и отмычкой, так скажем, в головы русских чиновников, с которыми началось изначально общение. И было время, когда мы радовались, что нас заметили, с нами хотят общаться. Но сегодня несколько другое уже время. И если чуть больше полугода, допустим, касается моего города, города Челябинска, мы развивали, старались развивать проект Skyway в плане применения проекта поехали в одном из парков, но сегодня уже выходят с запросами на более серьезный транспорт. Об этом более подробно я расскажу в расширенном технико-экономическом вебинаре. И немножко вкратце, почему действительно 99% населения земного шара выберут проект Skyway, потому что технология Skyway будет безопасной. Это в первую очередь. Технология Skyway будет абсолютно комфортной при перемещении. Это будет концепция мгновенного перемещения. В буквальном смысле вся инфраструктура, которую вы только можете себе представить, то есть интернет, телекоммуникации, мобильная сотовая связь, радиочастотные сигналы, все это будет перемещаться вместе с вами, потому что вы будете переезжать из точки А в точку Б и, соответственно, вы сможете зарядить телефон от сети, вы сможете зарядить ваш ноутбук, вы сможете смотреть фильмы, читать электронные книги, не боясь, что у вас сядет электроэнергия и, собственно, вам нужен какой-то переходник, который нам необходим, допустим, в современных поездах, именно вот что касается российских поездов. Естественно, никаких таких вот вещах и фактах, как дискомфорт при перемещении и вибрации, эффекта стука рельсы, шпалы, как сегодня вот при перемещении в русских поездах мы наблюдаем, его не будет. Это абсолютно экологичный транспорт. И наши коллеги, партнеры австралийцы задавали вопрос, почему вы разрабатываете концепцию струнного транспорта и действительно транспорта с самого ближайшего будущего, который будет внедряться по различным точкам земного шара, и зачем вы задумываетесь также об экологичности и о действительно воскрешении тех территорий, которые сейчас погребены под асфальтовыми дорогами, под железнодорожным полотном. Зачем? Ну, ответ был прост. То есть у нас абсолютно комплексное, во-первых, решение, а во-вторых, у нас не техногенные, то есть разрушающие техносферы, от нашей экологии экогенные, то есть наоборот, наша технология экологию восстанавливает, она не противоречит ей, она развивается в гармонии. И действительно это когда-то должно было случиться, дорогие друзья. И мы на сегодняшний день с вами развиваем тот транспорт, который сможет избавить нас от, и весь мир избавить от проблемы парникового эффекта, влияния углекислого газа, выхлопных газов, и действительно в проблеме, буквально в смысле задыхания в современных мегаполисах, в смоге. И что я могу сказать также о своем родном городе Челябинске, то есть с утра я выхожу на балкон и вижу на высший над городом смог. А раньше, даже вот когда был гужевой транспорт, естественно, там была немножко другая проблема, то есть на дорогах были продукты жизнедеятельности гужевого транспорта, и даже был специальный расчет, что может произойти с Лондоном, если еще, допустим, два года будет использоваться гужевой транспорт. На несколько метров вот эти вот продукты жизнедеятельности могли подняться, и ничего хорошего это бы не принесло. На сегодняшний день, дорогие друзья, мы также задыхаемся в выхлопных экскрементах, я бы сказал, современных автомобилях, это как раз-таки продукт жизнедеятельности современных автомобилей. И автолюбители не могут с этим ничего поделать, потому что наши города, сегодняшние города, достаточно большие по протяженности, и мы вынуждены использовать транспорт, чтобы, соответственно, перемещаться из точки А в точку Б, не опаздывать на работу, вовремя приезжать домой, то есть это действительно необходимо нам в нашей жизни. И несмотря на то, что сегодня сформированы, дорогие друзья, современные города, будут появляться и города совершенно нового типа и нового типа, это линейные города, и, собственно, это также заложено в концепцию струнного транспорта и концепцию Анатолия Эдуардовича Юницкого по развитию городской инфраструктуры, за что, между прочим, было получено два гранта ООН. Один грант про ООН также был получен в недавнем времени, это за зеленые крыши, и вы видите, даже на высотных станциях, которые являются одновременно высотными зданиями, которые одновременно принимают на себя всю нагрузку от путевой структуры, то есть являются основными анкерными опорами, и, соответственно, на них как раз-таки закрепляется струна. И, дорогие друзья, вот это действительно ожидает нас в ближайшем будущем. Если говорить про основное качество струнного транспорта и транспорта второго уровня, это, естественно, аэродинамика. То есть аэродинамику здесь можно сравнить, вот, допустим, высокоскоростной состав, который вы видите уходящим вдаль на данной картинке, он пронесется в 2017 году со скоростями 500 км в час как минимум, и шумовое воздействие будет минимальное. Не нужно будет строить вот эти бешеные ограждения, которые вынуждены строить ТЖВ, Симмонс и так далее. И аэродинамика за счет того, что подвижной состав находится на высоте 5, 10, 15 и выше метров над землей, сразу увеличивает показатели в 2,5 раза. И на самом деле даже неразумным является сравнение, не то что неразумным, нелогичным сравнение с современными спортивными болидами, потому что буквально в десятки раз различается коэффициент аэродинамического сопротивления. Соответственно, это складывает в себе значительные экономии как топлива при эксплуатации перемещения, так и материала при строительстве. Сама струнная путевая структура – это легкая ажурная конструкция. То есть вы видите на слайде, что действительно конструкция, которая не заграждает нам взоры и позволяет наслаждаться небом, природой и так далее. И сам рельс, он абсолютно прочен, то есть он долговечен и рассчитан на как минимум 100 лет срока службы. В чем же заключается принцип действия струны? Я всегда люблю приводить пример, то есть кто-то любит приводить пример срезанной бумагой, ее тоже можно преднапрячь. К примеру, я беру провод наушника. Представьте, что это арматурная проволока, либо стальной, либо арматурный канат, либо стальная проволока. И вот эти все проволоки расположены в сердцевине. Это, собственно, толщина может варьироваться от 2 до 5 мм и другие исполнения. В зависимости, как говорится, от применения струнного транспорта навесная, либо это подвесная трасса. Все эти проволоки, они преднапрягаются, то есть они напряжены и растянуты. Соответственно, каким образом, допустим, происходит звучание гитары, когда вы играете на этом инструменте? Только в напряженном состоянии. И я могу сказать, что струны позволят именно в таком исполнении выдерживать действительно колоссальные нагрузки, даже взрыв смогут выдержать, потому что помимо арматурных канатов, стальных проволок, предполагается их закрепление, чтобы ничего там не болталось. Далее о моноличивании, и далее идет установка головки рельса. Естественно, это также инновационный рельс. И все это позволяет, дорогие друзья, нам быть уверенными, что не будет никаких деформаций, которые мы наблюдаем при использовании железнодорожного транспорта. Влияние температурных швов будет максимально, не то что исключено, но минимизировано. И, дорогие друзья, фактически технических рисков при развитии, при использовании технологий Skyway, их сейчас и нет. И этому подтверждение заключение Министерства транспорта Российской Федерации от 25 марта, это уже перспективность и рекомендованность применений на территории Российской Федерации. 11 февраля мы получили об инновационности струнной технологии. И все это замечательно, все эти доказательства, подтверждения просто супер. Но я могу сказать, что если бы не строительство, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, то все, что мы говорим, декларируем, оставалось бы лишь словами. И никакими подкрепленными действиями это не являлось бы. И самым главным доказательством является как раз таки строительство. Я буквально перемотаю на несколько недель назад. То есть вот 15 июля уже установлена вторая анкерная опора. Вот вы видите, 15 июля в каком процессе строительства находится первая анкерная опора. Это является одновременной станцией. И по нагрузке вообще это фактически дубайский аэропорт. По нагрузке именно пассажиропотока. Соответственно, 10 тысяч человек в час даже сможет выдерживать вся эта станция. И что очень примечательно, 15 июля также начался процесс строительства грузовой струнной трассы. То есть то, что декларируется, не просто, допустим, написано в планах. Действительно, мы идем нога в ногу с планами и максимально оптимизируемся, максимально удешевляем, не страдает от этого качества всю струнную технологию, путевую структуру. И как раз-таки за счет оптимизации, допустим, Spaceway, когда-то появился вообще струнный транспорт. Самое большое доказательство, дорогие друзья, это именно стройка. Это тот процесс развития, который позволил нам не просто участвовать, но быть в качестве приглашенных на мировых транспортных выставках, как Inotrans. И она пройдет 20-23 сентября в городе Берлин. Там будет присутствовать значительное количество тех представителей государств, предприятий, групп компаний, которые намерены убедиться в том, что действительно подвижные составы уже сделаны, они демонстрируются, презентуются. И, соответственно, осенью будет специальная демонстрация, опять же, для представителей властей. И все это мы увидим уже в движении. И действительно, это мечта Анатолия Эдуарда Чевницкого, чтобы проект жил, развивался. Но самая главная цель – это как раз-таки развитие Spaceway через капитализацию струнного транспорта. У меня лично, дорогие друзья, нет никаких сомнений, что мы добьемся результата максимального по применению, по распространению струнного транспорта на планете Земля. Потому что эта технология действительно необходима. И строительство, темпы развития говорят сами за себя. В буквальном смысле, чуть менее года назад началось строительство. То есть и года еще не прошло. И посмотрите, действительно, в августе 2015 года еще чистое поле и бурьян, я бы сказал, было и много работ по очищению территории необходимо было проделать. В октябре был заложен нулевой километр, в сентябре испытана модель 1 к 10. И, соответственно, в сентябре 2016 года уже будет презентована модель 1 к 1 подвижного состава Skyway. Вот эти вот действительно реальные факты, реальные доказательства. Также есть трансляции в Перископ Сергея Анатольевича недавние трансляции были непосредственно с Эко-технопарка. Это происходило буквально на этих выходных. Стройка развивается каждый день. И это не может не радовать и не может не способствовать развитию проекта, интересу к проекту буквально в геометрической прогрессии все большего и большего количества людей. И все больше и большее количество людей, дорогие друзья, понимает, что планы развития у Skyway и будущей сети Transnet по всему миру действительно грандиозны. Сегодня интересуются нами уже крупнейшие финансовые фонды. И сегодня мы действительно можем обеспечить сейчас, здесь сейчас свое будущее себе, нашим детям. И не побоюсь этого слова, внукам, потому что даже тот, кто просто зарегистрируется, получает минимальный пакет обязательств и этот минимальный пакет обязательств в будущем может также неплохо скапитализироваться. Но, естественно, все зависит от распространения проекта Skyway, от формирования, применения технологии Skyway. Мы именуем это адресные проекты. И наша с вами задача сегодня, дорогие друзья, тот, кто в курсе и тот, кто не в курсе о проекте Skyway. Но так как эта технология действительно спасает нашу экологию, а планета Земля – это наш дом, единственной причиной рассказывать о проекте Skyway окружающим людям, я считаю и вижу, что такой возможности и такого проекта больше может и не быть. Ну, а далее, соответственно, я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Сергей Анатольевич поведает вам о развитии проекта Skyway непосредственно уже с высоты своего взгляда более 15 лет, общения с Анатолием Эдуардовичем Юницким и, естественно, макропрогноза, естественно, уже экспертного мнения по... Так, друзья, приветствую. Единственное, что, Алексей, у меня проблемы с интернетом. Вот тут здесь пишут, у меня то же самое. Я как только вхожу в комнату, у меня запускается несколько роликов одновременно, у меня сейчас просто шум такой идет страшнейший. Друзья, у кого-нибудь есть еще такое? А как меня слышно? Дайте обратную связь. Как видно, как слышно? Так, то есть большинство идет нормально. То есть вот у меня, получается, в комнате какие-то проблемы, да? Хуже стало, слышно. Прекратилось минут 20 назад. Отлично, да? Так, сейчас я чуть громче. Ну тогда, друзья, смотрите, что я сейчас делаю. В браузере моделы, все работает. Ну давайте, я тогда сейчас закончу. Значит, а у меня идут несколько роликов, поэтому сложность такая остается. Вот. Так, тогда, друзья, я тогда сейчас звук у себя на компьютере увижу. Так, вот Валентина пишет, что тоже идут, вот у меня тоже постоянно идут ролики, и шум идет страшнейший. Вот, поэтому я сейчас звук у себя уберу. Ну, так, а я пытался уже и с Яндекса заходить, и с Гугла заходить, то есть везде одно и то же. Так, ну давайте, друзья, тогда раз большинство все-таки слышно нормально, вот, тогда будем продолжать, будем работать. То есть, видно, да, я специально сегодня не снимал униформу. Вот, то есть я в форменной майке Skyway, то есть мы ее еще получили, выдали нам вместе с Виктором Бабуриным и Кириллом Шумко, когда мы ездили на Эко-технопарк, вот, заливать бетон. Поэтому, вот видите, я так до сих пор ее не снимаю, так до сих пор не хожу, как наглядная реклама Skyway. Вот, и, друзья, уже очень интересный эффект такой, я вчера был в Москве, был на встрече, и потом зашел, там, наверное, надо было определенную программу переустановить на смартфоне, электроника на Пресне у нас там на Двенегородке, и иду по вот этому центру, и ко мне подходит, ну, не просто подходит, выездил один парень, говорит, о, а вы в майке Skyway, вы что, имеете какое отношение с Skyway? Вот, я говорю, ну да, в общем-то, если вебинары смотрят, он говорит, да нет, я вебинары не смотрю, но вроде как за проектом слежу, и вот как бы это. Вот, поэтому, друзья, видите, сама по себе даже работа, ну, вот такая пассивная, она тоже, оказывается, уже приносит результат. Вот, тут вот пишут, да, смена браузера не помогает. Вот, поэтому сейчас можно сказать, что узнаваемость проекта растет, уже, вот мы когда приехали на авиашоу, и вот Антон Дуарович Юницкий, Виктор Бабурин, Кирилл, я вот, мы все в одинаковых банках, заходим, Skyway, а нам должны были передать пригласительные на это авиашоу, но не состыковались просто эти молодые ребята, организаторы настолько закрутились, что не успели, как бы, ну, подходят, там стоят девушки, которые приглашают вид гостей, и они говорят, да, здравствуйте, вот выдают нам, пропускают, это самое. Я говорю, а вам что, сказали уж? Он говорит, да нет, мы просто видим, что если вы все в одинаковых майках, кепках, да еще и Skyway, а мы все Skydiver, значит, вы свои. Видите, то есть, таким образом, нас уже на авиашоу Skydiver, то есть парашютистов уже признали за своих. Вот, это тоже, ну, это так, как отвлечение. Вот, я сегодня, к сожалению, Алексея не прослушал, обычно я внимательно слушаю, как Алексей говорит, выступает. Для новичков это очень интересно, у нас уже такая отлаженная схема, но сегодня, видите, из-за проблемы с интернетом и со своим предметром не получилось послушать. Вроде и присутствовал на вебинаре, но в то же время не совсем мог понять, потому что постоянно шло 3-4 ролика, и сейчас у меня, кстати, эти ролики идут, вот, но из-за того, что... Так, Мосин, а, Александр Мосин тут вот пишет, да, так сказать. А, это вы. Александра можно поздравить, сейчас, наверное, эту информацию уже можно открыто говорить. Александр, это наш Skyway-вец, причем со стажем, это один из первых инвесторов, который пришел в 2014 году, инвестировал неплохую, ну, по тем временам и для него, в общем-то, довольно-таки крупную сумму, вот, поэтому он довольно-таки крупный наш партнер, акционер, вот, и мы с ним, мы рассказывали вам, наверное, 2 месяца назад ездили в Чечню по просьбе как раз и по организатору Александра, вот, мы там даже наметили определенные шаги, там, как дальше двигаться. А сейчас Александр Мосин прошел отборочный конкурс, который объявил Рамзан Кадыров именно для поиска молодых талантливых руководителей, которые могут работать на благо Чечни. И Александр подал заявку из тысячи человек, их отобрали, по-моему, там, 10 или 15 человек, и вот теперь Александр будет работать в правительстве Рамзана Кадырова, и будем надеяться, что с помощью Skyway, вообще, мы все будем ему помогать, вот, он и принесет пользу проекту Skyway, ну, и Республике Чечня, поэтому я, Александр, тебя поздравляю, из 15 тысяч даже, да, из 15 тысяч, поэтому, друзья, вот, когда такие целеустремленные, талантливые ребята работают у нас в проекте, а потом, куда бы они ни пришли, они всегда будут приносить пользу и себе, и команде, с которым работают, и проект, который есть. Поэтому, Александр, мы тебя все активно поздравляем, вот, и надеемся, что дальше еще будем активно, то есть, когда эта новость пришла, и мне Виктор Бабурин говорил, там, у вас переписка, когда ты готовился, там, к презентацию проекта, все цифры утрясал, мне Юницкий сразу сказал, ну, готовься в очередной раз опять ехать в Чечню, так что, мы, Александр, будем тебе всем, всем Skyway помогать и, соответственно, этот проект запускать, потому что, действительно, для Чечни он очень важен, и для, именно, туристического кластера, для транспортной инфраструктуры, так что вместе будем еще много и много, вместе много и много работать, но это как отвлечение такое. Вот, поэтому, друзья, в завершение, обычно, вот этот вводный вебинар, он для тех, кто только входит в проект, мы специально отладили систему, что это азбука, азы технологий, где люди, которые приходят, только-только узнают о проекте. Вот задача, чтобы рассказать, сделать. Мы сейчас активнейше подключили еще один ресурс, это Перископ, и даже начали одно время транслировать вебинары в Перископе, но потом все-таки развели эти два ресурса, потому что вебинар – это для тех, кто уже работает непосредственно со Skyway, кто изучает, кто смотрит, идут слайды, а Перископ – это все-таки такая, ну, скажем так, оповестительная для двухстороннего общения, когда можно поставить какой-то вопрос и увидеть реакцию. Поэтому мы будем Перископы использовать для анонсов вебинаров и для освещения основных событий, которые есть. Значит, кто еще не знает, как работает Перископ, то в конце будет ссылка, мы обязательно даем ссылку и на наши с Алексеем скайпы, вот, и ресурс у нас в Перископе точно такой же, как и скайп, поэтому можно зарегистрироваться, смотреть. В общем-то, конечно, он несколько мобильнее, интереснее, чем вебинары, но для такой уже серьезной работы, когда надо показывать слайды, когда надо показывать ролики, конечно, Перископ пока не годится. Но, тем не менее, вот ряд трансляций, которые мы ввели с рекорда, на который устанавливал Кирилл Шимко, когда он протащил самый тяжелый в мире вертолет 35 тонн, если это был рекорд в книгу рекордов Гиннесса. И, соответственно, мы с Виктором Бабурем это в прямом эфире показывали. Так вот, более 1800 человек было в прямом эфире. То есть это говорит о том, что интерес к такого рода работе и к нашей работе, как к партнеру Skyway, Кирилл именно был в спортивной одежде с символикой Skyway, и это транслировали более 20 каналов, и вышло более 200 репортажей по всему миру, включая такие страны, как Иран, Ирак, Сирия. И даже рассказывали такую интересную вещь, Кирилл, что в Сирии, когда он туда приезжал, буквально в этом году уже, то к нему относились с большим уважением, и у него там даже такая кличка идет, как, ну, человек-танк, потому что он в Сирии сдвинул танк Т-72, а здесь у себя в Минске он двигал Т-34, танк времен Второй мировой войны. То есть он неимоверно сильный человек, вот, и интерес к такого рода трансляциям очень большой. Вот, соответственно, это мы будем использовать, и в Перископ входит очень много новичков, вот, потому что постоянно, когда идешь общение, задают вопросы, а что такое Skyway, о чем вы говорите, что за проект. Поэтому мы всех, друзья, новичков, тех, кто входит и только изучает, мы всех отправляем на наши вебинары и делаем анонсы о том, что по средам в 12 часов и в 19 часов можно зайти в комнату «Мирополис», зарегистрировавшись по ссылке, соответственно, получив ссылку, либо просто запросив в Skype, кто зарегистрирован, соответственно, придет ссылка на вебинар, и можно приходить со мной, приводить новичков, получать информацию о том, как работает проект, зачем работает, как здесь можно сегодня и инвестировать в будущие прибыли, и уже зарабатывать сегодня, строить бизнес. Это тоже мы, друзья, все делаем это для новичков. Традиционно в 13 и в 20 часов у нас уже вебинары идут для тех, кто в проекте. Вот, мы рассказываем последние новости, мы делимся анализом, который сегодня происходит с точки зрения событий, которые происходят сегодня во вне мира SkyWay, и делаем, естественно, анализ из представления и видения того, как сегодня все идет с развитием проекта. Вот, это, конечно, для тех уже, кому интереснее, это расширенный вебинар, но, как показывает практика, очень многие ходят на эти расширенные вебинары с точки зрения именно уже получения новостей и получения анализа по развитию проекта. Вот, поэтому все основные там новости, все, что происходит, мы обычно оставляем на эту вторую часть, и с этого как раз мы 13-часовой вебинар и начнем. Поэтому, друзья, те, кто сегодня первый раз пришел на вебинар, обычно мы заканчиваем определенной такой фразой, что мир за последние 15-20 лет изменился очень сильно, очень радикально, а то, что мы сегодня делаем, друзья, это команда, это технологическая школа инженера Юницкого, которая разрабатывает новую группу технологий, и SkyWay это одна из этих технологий, это локомотив, это основная, скажем так, стержневая технология, но вокруг нее развивается целое направление инженерной школы, мы это назвали группой технологий SkyTech, то есть то, что идет за хай-теком, следующая группа технологий, все это лежит в основе ядра технологий, то есть основных ключевых технологий, которые определяют развитие экономики и цивилизации на ближайшие 15-20 лет. И у нас сегодня, если говорить уже понятиями футурологии, либо макроэкономического прогноза, то мы сегодня создаем технологию, которая будет развивать новые компании, новые территории, новые месторождения, строить новую концепцию расселения. Вот тут пишет Григорий Михайлович, слышно сразу 10 роликов. Да, Григорий Михайлович, это у нас, к сожалению, сегодня Мирополис, но это не у всех. Вот, это, кто-то пишет, что нормально, у меня тоже идет 10 роликов, поэтому я звук убрал и разговариваю практически сейчас без звука, я не слышу, так сказать, но это сегодня нюансы комнаты, и я пытался перезайти 10 раз, но что делать. Поэтому, вот, а кто-то пишет, и большинство пишет, что не воспользовалось намного раньше краудинвестиума, где у них была ошибка. Анатолий задает вопрос. Ну, давайте, друзья, на эти вопросы я отвечу уже во второй части. Сейчас, или давайте сразу вопрос по краудинвестиуму. Да, друзья, 16 октября, то есть через фактически 2,5 месяца, будет ровно 3 года, как мы запустили проект под брендом Skyway и с применением краудинвестинга. Вот, и это единственное было правильное решение, хотя я не сразу это осознал, понял. Я думал, что все-таки надо работать в направлении государственных инвестиций, государственных входов, крупных инвесторов. И мы, в общем-то, довольно-таки долго, тут меня не слышно, да. Вот, Google Chrome, у меня Google Chrome работает нормально. Ну, давайте это самое, видите, кого... Вот, поэтому, когда 3 года назад Юницкий принял решение именно построить краудинвестиуму, инвестпроводящую систему, вот, то после определенных там, как бы, экспериментов и сомнений, вот, эта система начала работать очень эффективно. И за вот эти 3 года мы, по сути дела, сделали невозможно и подготовили технологию сейчас уже к демонстрации. И сейчас начинается та фаза, когда мы от декларации, что мы сделали раньше, переходим уже к демонстрации. И это новый этап развития технологий. То есть сейчас вы подключаетесь уже не с нуля к венчурному проекту, который декларируется создателями и группкой энтузиастов. Сегодня у нас уже более 500 тысяч, это зарегистрированных участников проекта, более 100 тысяч, это уже активных инвесторов, те, кто инвестирует. Сегодня очень многие уже инвестируют по схеме периодических инвестиций, то есть когда каждый месяц бьется пакет за это компания пощает и дает очень серьезные премии в виде венчурных дискаунтов. Поэтому сейчас проект активнейше развивается. И где ошибка была в том, что раньше не было понимания о том, как работает краудинвестинг. И мы к этому тоже подходили не один год. То есть была попытка работать на краудинвестинговой площадке в Австралии, это в 2010-2011 году, но она тоже по разным причинам не дала такой результат. Так что на сегодняшний момент, друзья, те, кто подключаются только к нашей работе, то можно сказать, что мы инвест-проводящая краудинвестинговая система, которая финансирует венчурный проект по созданию транспорта второго уровня, транспортной коммуникационной системы. И сейчас мы находимся на этапе уже преддемонстрации, то есть в сентябре будет мировая презентация на InnoTech, это мировой технологический форум, именно инновационный форум в Берлине. А в октябре будет уже запуск экотехнопарка с точки зрения уже показа технологий. Но это мы, друзья, поговорим уже на второй части. Поэтому для тех, кого проект не заинтересовал, друзья, я с вами прощаюсь на некоторое время, потому что через какое-то время все придут в Skyway, хотя бы пользователями, кто на этом будет ездить. А те, кто сегодня уже активно работает, значит, у вас есть возможность дальше создавать себе пакеты инвест-проводящих, и, соответственно, готовиться к запуску технологий. Все, друзья, на этом небольшой перерыв, который мы используем для демонстрации роликов. Я буквально на 3-5 минут прощаюсь с вами.